Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Сколько российских семей переехало из аварийного жилья в новый дом? Что такое генетический скрининг и зачем он нужен? Какие заболевания он помогает выявить? И можно ли предотвратить болезнь и продлить себе жизнь, если знать, где в организме слабые места? Я Леонид Филиппов. Давайте начнем. Ну а начнем мы с информации, которая может вас легко шокировать. Например, заставить белое называть черным, проще говоря, с фейков, которых в последнее время осталось слишком много, и некоторые из них действительно требуют подробного разбора. Откуда берутся пенсии и социальные выплаты? Надеюсь, никто не думает, что это деньги, которые просто так лежат в кармане у государства. Соцвыплаты — это одна из статей в бюджете, которые планируются ежегодно. И сегодняшний фейк касается именно этой темы. По мнению британских аналитиков, из-за потраченных 9 триллионов рублей на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность, другие отрасли России будут испытывать нехватку средств. В первую очередь статьи упоминают школы и больницы. Ведь удар придет сначала по ним, а потом уже по пенсиям и всему остальному. Что ж, сегодня фейк не отдает бредам и чисто теоретически он похож на настоящую новость. Тиму для него выбрали социально значимую, социальные выплаты, пособия и многое другое. И, как всегда, обещают нам лишь плохое. Выплат не будет, целые сферы жизни в стране будут под угрозой. И весь этот вброс может напугать людей, которые получают информацию в виде картинок или сообщений в мессенджере. Настроение хорошее у вас точно не появится, если вы встретите такую новость. Да и создавалась она только с одной целью — напугать людей и посеять панику. Разбирать этот фейк легко, достаточно лишь открыть любой браузер и потратить минуту своего времени. В интернете сразу же находится информация о том, что бюджет на 23-й год определен в ноябре этого года. И по этой информации на социальную политику выделяют 7,3 триллиона рублей, или четверть от расходов. То есть все социальные нужды будут покрыты, а выплаты достигнут своих получателей. Напоминаю еще раз, всю информацию, которую вы получаете в виде картинок, статей и сообщений, необходимо проверять и не попадаться на вбросы в интернете. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. И начнем с итогов по расселению аварийного жилья. Их подвели в правительстве. За этот год переехали в новые дома более 152 тысяч человек. Это превышает установленные планы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин. Сейчас в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» расселяются те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. И темпы его реализации по регионам хорошие. 9 субъектов страны уже завершили программу, еще 5 планируют сделать это до конца нынешнего года. Россиянам не потребуется оформлять какие-либо новые документы для получения соцвыплат. Речь идет о старте работы Социального фонда России, который намечен на начало следующего года. Так, например, пенсионеры продолжат получать деньги так же, как это было и раньше. Дополнительного заявления не потребуется. Об этом сообщили в Министерстве труда. Напомню, закон об объединении пенсионного фонда с фондом социального страхования в единый социальный фонд ранее подписал Владимир Путин. Это позволит значительно упростить получение мер поддержки. Все федеральные выплаты можно будет получать в режиме одного окна в более чем 2500 офисов клиентского обслуживания. Объединение ПФР и ФСС предусматривает полную преемственность всех услуг и обязательств, которые находятся в компетенции обоих фондов. Из сегодняшнего дня началась обязательная цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Новые правила будут внедряться поэтапно. Сначала участники оборота изделий должны будут зарегистрироваться в системе «Честный знак». А непосредственно маркировка продукции и ее отслеживание производителем и импортером начнется с 25 декабря. Все эти меры призваны обелить отрасль и прежде всего обезопасить здоровье людей от угроз, которые могут представлять контрафактные электронные сигареты и их комплектующие. И в завершении информационного блока наша рубрика «Актуальный вопрос». Сегодня мы спросили у эксперта, положены ли кредитные каникулы для мобилизованных. Давайте послушаем ответ. Участники СВО и члены семей могут временно приостановить платежи по ранее взятым кредитам. Это право распространяется на потребительские кредиты и на ипотеку. Также в ряде случаев оно распространяется на кредиты, взятые на предпринимательские цели. В случае гибели военнослужащего или установления инвалидности первой группы в ходе участия в СВО, его кредиты и кредиты всех членов семьи будут списаны. Чтобы получить отсрочку, важно соблюсти сроки. Оформить отсрочку платежей можно в период действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года. Отсрочка платежей может быть установлена также задним числом, но не ранее 21 сентября 2022 года. Отсрочка предоставляется на весь срок службы по мобилизации, по контракту или участие в спецоперации плюс 30 календарных дней. А мы продолжаем эфир и сегодня поговорим о новых возможностях генетического скрининга. С 1 января 2023 года по всей стране начинает работать госпрограмма расширенного скрининга новорожденных на наследственные врожденные заболевания. Список вырастет с 5 до 36 заболеваний. Зачем нужен скрининг и насколько он точен? О чем вообще говорят наши гены? Эти и другие вопросы мы решили обсудить с нашим гостем, человеком с очень простой должностью Антоном Киселевым, заведующим лабораторией молекулярной генетики и генной терапии, не акушерства, не гинекологии и репродуктологии Отто. Антон, извините, ошибся, слишком простая должность, я правда ошибся. Добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо, что пригласили. У меня вопрос, который я уже озвучил, но очень хочется разобраться и понять. О чем могут рассказать наши гены? Наши гены могут рассказать о многом. О нашем физическом облаке, о психоэмоциональных особенностях, о нашем здоровье, о наших корнях национальных и многое другое. Скажем так, все зависит от того, какой вопрос вы зададите нашим генам. То есть, по сути, это библиотека информации о человеке. Можно многие важные, серьезные и иногда не самые приятные новости узнать через наши гены. Правильно? Ну, надо сказать, что мы с генетической точки зрения не идеальны, и поэтому не надо удивляться, если вдруг у каждого из нас есть какие-то особенности, которые с точки зрения здоровья могут дать вас смениться негативно. Это не повод расстраиваться. Хорошо. Вот есть гены, есть заложенная в них информация. Я полагаю, генетический скрининг – это метод, который позволяет информацию получить и потом ее правильно интерпретировать. Верно? Генетический скрининг – это вполне конкретная процедура, направленная на поиск проблем в списке заболеваний. Вот, как вы правильно сказали, он будет расширен до 36. И этот список не случайен. Он выбрал на основании того, что мы имеем возможность помочь детям, у которых будут выявлены проблемы во время генетического скрининга. А как это происходит? Вы у ребенка забираете руку, изучаете ее? Как выглядит скрининг? Ни в коем случае. Это абсолютно безопасная и достаточно комфортная процедура в том плане, тем более, что она отработана уже годами. В 2006 году в нашем городе ведется программа скрининга на 5 заболеваний, и сейчас она просто будет расширена. И тот биоматериал, имеется в виду сухие пятна крови, просто будет использоваться дополнительно для еще трех десятков дополнительных анализов. То есть, грубо говоря, правильно ли я вас понимаю, что можно просто взять небольшую иголочку, как будто кровь из пальца берут, и потом из этого извлекается вся информация? Да, из тех нескольких пятен крови, которые берутся у новорожденного. То есть, звучит так глобально генетический скрининг, оказалось, укололи пальчик, и все известно сразу становится? Ну, укололи пальчик – это метод забора биоматериала. Он, конечно, должен быть максимально комфортным и безопасным для ребенка. Хорошо, мы разобрались, что такое генетический скрининг, если простым языком говорить, и какую информацию он может дать. Но почему необходимо у маленького ребенка, буквально у новорожденного, прям взять эту информацию и изучить? Все верно. Как я же сказал, эти 36 заболеваний выбраны не случайно. Это те заболевания, которые мы можем корректировать или лечить. И для них важно такое понятие, как терапевтическое окно. То есть тот временной период, когда лечение будет максимально эффективным. На примере многих болезней показано, что если лечение провести в первые месяцы или даже недели жизни, она будет эффективна, она может сохранить жизнь ребенку и даже сохранить здоровье, в принципе, на уровне нормы. То есть, извините, аж даже от этой информации удивился. Если я вас правильно понял, у нас с помощью этого скрининга появляется возможность узнать о том, что ребенок предрасположен к какой-то болезни, она у него может развиться, есть такой риск. И мы сразу, вот ребенок еще прям маленький-маленький, а мы уже начинаем его лечить, чтобы он вел счастливую жизнь. Все верно. Для многих заболеваний важно начать лечение как можно скорее. А какие вот, например, заболевания, чтобы даже понимать, от чего можно спасти людей? Ну вот, в этом году я руководил проектом, пилотным проектом по скринингу новорожденных на такое заболевание, как спинальная мышечная атрофия. Это довольно известное наследственное нервно-мышечное заболевание, и в тяжелой форме болезни Верника Вофмана оно развивается буквально первые месяцы жизни младенца и приводит к смертности в возрасте до двух лет. Сейчас появились лекарства, патогенетическая терапия, которые позволяют спасти жизнь таким детям, и терапевтическое окно составляет первые шесть недель жизни. То есть, другими словами, дети, которые не проживут без лечения и двух лет, получив это лечение, могут, им может быть сохранена жизнь и здоровье, и они, в общем-то, те, которые получили лечение, скажем так, более шести лет назад, это первые дети, еще во время клинических испытаний, они живы до сих пор и развиваются в пределах нормы. Хорошо, вы назвали дату шесть недель. В первые шесть недель можно оказать помощь, это будет продуктивно. Конкретно для данного заболевания, да. Давайте на примере него тогда разберемся. Вот у нас есть шесть недель, чтобы спасти жизнь человеку. Насколько быстро проходит процедура скрининга? Я могу сказать, что согласно тем нормам, приказам, которые изданы, все процедуры, связанные со скринингом, должны быть сделаны в течение десяти дней после забора материала. Всего десять дней? Это максимальный срок, а может же быть и быстрее, я правильно понимаю? Да, технически анализы делаются быстрее. Они, продолжительность изготовления некоторых тестов вообще измеряется часами. Десять дней дается на то, чтобы была налажена логистика материала, чтобы были проведены подтверждающие тесты в случае, если скрининг выявит ту или иную находку. В общем, надо полагать, что этих десяти дней должно хватать. Это звучит как прекрасная просто информация. За десять дней мы собрали необходимую информацию о человеке, и теперь у нас есть время ему помогать. Ну и в данный момент, на данном этапе беседы предлагаю посмотреть сюжет моего коллеги Алексея Смирнова. Он подготовил небольшую справку, и давайте послушаем ее все вместе. Да. На четвертый день после рождения всем младенцам в роддоме проводят так называемый «пяточный тест». Из пятки ребенка берут образцы крови для анализа на генетические заболевания. Неонатальный скрининг раньше проводился на пять наследственных заболеваний, а с 1 января 2023 список расширится до 36 болезней. Наследственные заболевания опасны тем, что редки и проявляются не сразу. Симптомы нарастают постепенно, и чем позднее будут замечены, тем меньше эффект от лечения. Благодаря неонатальному скринингу начать терапию маленького пациента можно еще на бессимптомной стадии, а это значительно повышает шанс на полное выздоровление. Пилотный проект расширенного скрининга прошел в восьми регионах России. Было проведено более 100 тысяч исследований. Опасный диагноз «спинально-мышечная атрофия» был подтвержден у 15 новорожденных до появления первых симптомов, что позволило своевременно начать лечение. Даже было показано, как у детей, я полагаю, берут вот этот материал для изучения, этот пяточный тест, так называемый. Пяточный тест. Ну, потому что у детей маленькие пальчики берут из пяточки. Хорошо. С детьми разобрались. Это, правда, чудесная информация о том, что ребенка можно спасти и получить информацию о том, как и от чего нужно спасать буквально за 10 дней после его рождения. Но возникает вопрос. Взрослый человек, вот мы с вами, например, пройдем генетический скрининг, и выясним ли мы у себя какие-то вещи? Например, если в детстве мне его не делали, я также могу получить же информацию про свое здоровье и предрасположенность к каким-то болезням. Ну, смотрите, из того списка, который представлен, это все-таки список из тяжелых заболеваний. И поэтому можно предположить, что если вы дожили до взрослого состояния, скорее всего, у вас таких проблем нет. Но надо понимать, что наследственных болезней довольно много, приблизительно около 8 тысяч. И есть те, которые проявляются и в позднем взрослом возрасте. На самом-то деле, для того, чтобы заподозрить у себя ту или иную наследственную болезнь, конечно, как правило, все начинается с симптомов. И поэтому для взрослых людей существует программа так называемого селективного или выборочного скрининга. То есть обследование назначается уже по назначению врача. То есть у нас есть какие-то симптомы. У врач такой, есть подозрение на такую-то болезнь, отправляйтесь на скрининг. Все верно. Да. И после того, как скрининг выявит какие-то подозрительные результаты, уже проводится верифицирующая диагностика, направленная, если это наследственное заболевание, как правило, направленное уже на выявление мутаций, а именно первопричин, болезни. То есть начинаем искать уже из-за чего, почему причины. Да, все верно. Тогда у меня личный вопрос. Мы с вами два человека в очках, поэтому мой вопрос, возможно, будет логичным. Скажите, а, например, от миопии тяжелой степени можно узнать по генетике, что в детстве у меня отвели бы родители и узнали, что вот у меня будет плохое очень зрение? Ну, на самом-то деле предрасположенность к близорукости – это известный факт. И даже любой врач-офтальмолог, посмотрев на родителей и ребенка, может сказать, что вот если один ребенок, точнее, один родитель в очках… У меня родители без очков, зрение отличное. А вот в большинстве случаев, если родители в очках, то оба родителя, вероятность, большая, один родитель – средняя, а вот если, скажем так, нет проблем со зрением… То ты выиграл генетическую премию такую, когда родители не в очках, а тебе досталось. Да, но на самом-то деле, если заранее знать, что у ребенка могут быть проблемы с миопией, на ранних этапах есть возможность коррекции. И генетический скрининг показал бы это? Генетический скрининг тут ни при чем. В данном случае на эти факторы влияет несколько факторов. Других частей, которые уже… Надо понимать, что наши гены – это примерно как карты, которые раздаются игроку в начале игры. А уж то, как мы сыграем ими, а имеется в виду, как они будут взаимодействовать с внешней средой, а во многом зависит от нас тоже. Поэтому если у ребенка предоставить молочность миопии, то определенным образом можно отодвинуть начало этого… Ну, я не могу сказать заболевания, этой особенности… Этой проблемы. Да, этой проблемы. И, в общем-то, не иметь проблем. Тогда очень важный вопрос. Необходимо ли генетический скрининг для взрослых людей сделать обязательным раз в 5-10 лет, чтобы человек, проходя медосмотр, узнавал состояние легких костей своего организма и сразу же, что у него в генах могло поменяться? Нет. Генетический скрининг не касается текущего состояния здоровья. Понятно, что состояние здоровья может меняться, в зависимости от среды, в зависимости от разных факторов. Генетический скрининг показывает нам проблемы с… именно с генетическими заболеваниями. А в течение жизни может что-то измениться? В детстве сделали скрининг, а через 20 лет сделали еще раз и нашли сюрприз. Такое возможно? Нет. Если речь идет о выявленных или невыявленных мутациях, то их уже в позднем возрастном периоде не найдут. То есть не стоит беспокоиться, если в детстве ты уже прошел эту процедуру или один раз в жизни тебе дали список информации, заложенный в генах, в течение жизни уже ничего не поменяется. Твоя библиотека осталась той же самой, не появилась новая книга. Все верно. Скажите, пожалуйста, если пофантазировать о будущем, о чудесном мире будущего, в котором мы управляем генами, можно ли, заранее получив информацию из ген, как-то ее подправить, чтобы у человека и болезни не было вообще? Вот вы как человек-ученый. На самом деле полезно знать о собственных генах. В каком плане? Во-первых, есть генетические варианты, которые могут сказать, что у нас есть предрасположенность к тем или иным признакам, к тем или иным заболеваниям, к возможности принимать те или иные лекарства, имеется в виду восприятие этих лекарств, ответ на них, возможность ответа на те или иные инфекции. Очень много есть такой информации генетической, которая не связана вот именно с таким диагнозом наследственной болезни, а именно позволит человеку больше знать о своем здоровье и лучше об этом здоровье даботиться. Я вот здесь очень хочу перебить, уточниться, так как у нас остается полторы минутки до конца эфира. Мне, моим зрителям, нашим зрителям, вернее, всем интересная информация, это «А где можно пройти генетический скрининг?» В городе нашем или вообще во всей России? Где можно попасть, записаться на эту процедуру? Скажем так, тестирование у нас доступно в... Ну, в первую очередь, я, конечно, назову наш институт. Естественно, в первую очередь. Я не могу это не сделать. Институт такой же генетологии и репродуктологии именно Отто, отдел геномной медицины, у нас есть свой медико-генетический центр, вот, также есть у нас городской медико-генетический центр, там все обследование проходит по программам ОМС, вот, и по направлению врача можно, собственно, обследоваться, если такие показания есть. Ну, то есть, если хочется обратиться, и в интернете вдруг появилась какая-то акция о скрининге за 5000 рублей, Лиговский проспект, дом какой-нибудь, туда лучше не бежать, все-таки профессиональный профилированный центр. Все-таки государственная программа скрининга будет проводиться за счет государства. И, скажем так, в авторизованных местах, где люди квалифицированы это делать. Все верно. Что касается обследования на генетические заболевания, на предисположенности, то список центров, которые можно доверять, его можно найти в интернете. Его можно найти в интернете. Спасибо вам большое за ответы на эти вопросы. Я получил огромное количество информации, и меня действительно радует, что есть люди, которые могут спасти детей в первые буквально 10 дней их жизни. А я напомню, мы беседовали с Антоном Киселевым, заведующим лабораторией молекулярной генетики и генной терапии НИИ, акушерства, гинекологии и репродуктологии Отто. Дважды ошибся, извините, Антон. Это были главные темы, о которых мы хотели сегодня поговорить. Если у вас остались вопросы, или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. Редактор субтитров А.Семкин